Около 450 миллионов человек живут на грани голода. Эта статистика далеко не полная. По данным ООН, на сегодня этот показатель в 2,5 раза превышает допандемийный уровень. Причина банальна. Военные конфликты по всему миру. Люди бегут от насилия, теряют свои источники к существованию, рвутся цепочки поставок, разрушаются производственные процессы. Этот и еще климатический кризис, пандемию и в целом ситуацию в мире обсуждают в эти дни в штаб-квартире ООН на 77-й сессии Генассамблей. Там сейчас находится наш корреспондент Зинаржин Батырова. Она готова рассказать подробнее. Повестка новой сессии, которая продлится год, включает все основные международные сюжеты, считая изменения климата, борьбу с COVID-19 и другими инфекциями. Сейчас есть угроза обезьяния ООСПа, много фактов выявления полимелита. В штате Нью-Йорке уже нашли несколько очагов заражения. Но, безусловно, самый ожидаемый вопрос – это геополитический конфликт. И нам удалось побеседовать с экспертом по международным вопросам Булатом Нургалиевым. Он тоже считает, что все ждут решения геополитического вопроса. Мы находимся в крайне опасной точке. Поэтому, да, и, конечно, Украина будет обсуждаться. И это будет очень тяжелый, я думаю, кейс с точки зрения разноголосицы. Но позиция Казахстана совершенно ясная. Мы ни с кем не конфликтуем, ни с кем не собираемся вообще как бы ссориться. И сами в международные ссоры, конфликты не позволим себя кому-то вовлекать. Особую озабоченность этим вопросом уже высказали в ООН. Там считают, что если мировое сообщество не будет внимателем, то метод под названием «война» может чаще проявляться в наборе инструментов нашей международной жизни. Еще одна проблема, требующая немедленного решения – это изменение климата. Причины, происходящего в Пакистане и других регионах мира, в том, что климатический кризис не получает должной реакции от международного сообщества. 80% загрязняющих атмосферу выбросов осуществляют страны большой двадцатки. Рекордные засуха, пожары и наводнения – это лишь последствия. За эти дни участники Генассамблеи уже успели обсудить вопросы голода. В повестке есть и тема трансформации образования. В преддверии самого саммита ООН детский фонд ЮНИСЕФ сообщил о том, что лишь треть всех десятилетних детей в мире способны прочитать и понять простой текст. Еще до пандемии такие навыки чтения были у половины школьников этой возрастной категории. К слову, все ждут, что решение этих и других вопросов будет озвучено на дебатах. Мы хотим, чтобы признание роли молодежи было не только как у бенефициаров, но и как у участников перемен. В молодежной декларации излагается ряд рекомендаций, которые мы представим генеральному секретарю во время саммита. Вторым важным результатом является активизация сотрудничества в области преобразований. Мы создаем глобальный центр знаний, через который государства-члены могут делиться своими историями успеха и передовым опытом. Но все же главное внимание, как обычно, будет приковано к неделе общих дебатов, которая начинается 20 сентября. Задача предстоящей Генеральной Ассамблеи – дать людям надежду. А надежда эта может появиться только благодаря диалогу и дискуссиям, которые, по сути, и являются основой работы Организации Объединенных Наций. Динара Батырова и Дилир Микбаев, Нью-Йорк.